Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава муниципалитета провел бизнес-завтрак с предпринимателями. На таких встречах мы наоборот ориентируем на всех взглянуть чуть дальше сегодняшнего дня. В центре Вера появился умный электронный помощник для людей с речевыми нарушениями. Курочка, молодец, хорошо. Урок мужества в Развилковской школе. Мы должны помнить, каждый человек должен помнить, например, Сергея Сломатина, о котором мы сегодня рассказали. Он совершил большой подвиг во имя российского государства. Глава Ленинского района Валерий Венцель провел рабочую встречу с предпринимателями Молоковского и Володарского сельских поселений. Организованная в формате бизнес-завтрака, она позволила власти и бизнесу, что называется, вживую, обсудить насущные вопросы и получить на них ответы. Сюжет Екатерина Коваленко. Бизнес-завтрак главы Ленинского района Валерия Венцель с предпринимателями Молоковского и Володарского сельских поселений было решено провести в парк отеле Орловский, который и сам является собой прекрасный образец успешного бизнеса, расположенного на территории нашего муниципалитета. Просторный зал гостиничного комплекса вместил более 50 предпринимателей. И если для видного такие бизнес-завтраки уже стали доброй традицией, то на территории Молоковского поселения встречи проводятся впервые. Инициатором выступила торгово-промышленная палата Ленинского района. Созданная около года назад, она призвана консолидировать предпринимателей и улучшить инвестиционный климат. Торгово-промышленная палата является площадкой и выстраивает диалог между бизнесом и властью. То есть, собственно, то, чего бизнесмены всегда боялись, выйти из тени, общаться. У них есть опасения того, что им не помогут, или есть какое-то чувство необратимости от них отвернуться. Мы настраиваем на нужный лад. Среди гостей люди из самых различных отраслей бизнеса. В частности, это производственники, застройщики, представители банковской сферы. Обращаясь к участникам с приветственным словом, глава муниципалитета отметил, что власть открыта к предпринимателям и всегда готова к конструктивному диалогу. У каждого из предпринимателей эти проблемы либо застарелы, либо настолько стоят остро, что они, собственно говоря, не дают возможности смотреть в будущее. Однако на таких встречах мы, наоборот, ориентируем всех взглянуть чуть дальше. Далее пришло время живого общения, когда участники могли обменяться мнениями или обратиться с вопросами к руководству района. На встречи поднимались темы, касающиеся улучшения транспортной доступности, ввода в эксплуатацию новых построек, льгот для малого и среднего бизнеса. Кроме того, Молоковское и Володарское поселения – одни из самых удаленных в муниципалитете, и здесь остро ощущается нехватка отделений банков и банкоматов. Причем как жителями, так и юридическими лицами. Мы обратились после подведения итогов ко всем четырем банкам, которые здесь присутствуют, с просьбой откликнуться на данную заявку наших жителей, поскольку в прошлом году мы подписали, глава подписал соглашение о сотрудничестве со всеми там вышеуказанными банками. В ответ представители финансовых учреждений еще раз подтвердили свое желание развивать здесь банковскую сеть. В Молоково, если не ошибаюсь, по-моему, нет вообще ни одного банкомата. В поселении Володарское, по-моему, два или три банкомата. С коллегами тоже прекрасно это понимаем, работать с этим будем. Первый бизнес-завтрак в Молоковском поселении оказался очень плодотворным и в планах сделать такие встречи регулярными. Екатерина Коваленко, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. У специалистов отделения реабилитации в Центре социального обслуживания «Вера» появился новый электронный умный помощник. Система под названием «Инди» призвана помогать людям с различными нарушениями речи. Зачем нужен высокотехнологичный девайс, пытался понять Максим Козлов. Здесь нравится, да? Нравится. Нравится. Что тебе нравится? Нравится. Музыка, да? Музыка. Мравится музыка, молодец. С первого взгляда прибор напоминает обычный планшет. Работает он на платформе Windows, но есть и серьезные отличия. Девайс оснащен колонками и специальным программным обеспечением. С помощью него люди с нарушениями речи могут создавать различные словесные конструкции, которые тут же озвучиваются. Планшет «Инди» предназначен для альтернативной коммуникации. Планшет «Инди» предназначен для людей любой возрастной категории с речевыми нарушениями, а также с людьми, которые имеют такие заболевания, как синдром Дауна, ДЦП, люди с интеллектуальными нарушениями. Также в планшете установлены программы, помогающие изучать буквы, слова и даже начальные математические понятия. Каждый урок можно составить, исходя из задач и потребностей конкретного ученика, записать и затем воспроизвести вновь. Пользовательская среда устроена таким образом, что занятия могут проводиться и в виде игры. Это кто у нас? Цыпленок. Цыпленок, молодец. Курочка, молодец, хорошо. Так. Несмотря на то, что оборудование является высокотехнологичным, интерфейс портативного компьютера интуитивно понятен. А потому специалисту не требуется проходить дополнительное обучение. Планшет с программным обеспечением стоит более 100 тысяч рублей. Для социального центра «Вера» сумма неподъемная. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Этот аппарат нам подарили в рамках благоразительной акции, которая проходила у нас с декабря месяца по 7 января. В данном планшете авторское программное обеспечение, которое является действительно инновационным и способствует повышению эффективности нашей работы и работы нашего специалиста. Планшет выпускается в Швеции и активно используется в реабилитации людей с нарушениями речи по всему миру. Максим Козлов, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ. Многодетная мать-одиночка осталась без трехкомнатной квартиры. Нет, сама квартира никуда не делась, но жить в ней теперь невозможно. Причиной тому – пожар, который уничтожил все домашнее имущество. Куда обратились погорельцы за помощью, расскажем в нашем сюжете. Морозным утром 22 января здесь было жарко, особенно в этой квартире на четвертом этаже. А началось все с безобидного желания попить чаю. Замыкание в розетке, загорелся шкаф, и моя квартира превратилась в то, что превратилось. Квартира выгорела дотла. Оплавился даже потолок. От жара вылетели стекла. А вот линолеум, как ни странно, целеханик. Но жить здесь невозможно. С этим, однако, разобрались быстро. Администрация пошла навстречу и выделила мне однокомнатную квартиру на нашем же поселке, потому что ребенок у меня посещает развилковскую школу. И я очень просила, чтобы жилье находилось рядом, так как ребенок не в состоянии будет сам добираться. Но что делать с этой квартирой? Соседи недовольны и, скажем прямо, их понять можно. Любовь Ефимовна, к примеру, астматик. У нас идет этот запах. Постоянно он не идет, а он здесь присутствует. Мы постоянно открываем двери. Это даже зимой, морозно, холодно. Открываем балконы все. И пытаемся как-то избавиться от этого. Но он не проходит. Чтобы запах прошел, нужен ремонт. Но на какие средства? Надежда одна воспитывает троих детей. С этой бедой она пришла к юристам. Здесь же, в развилке. И оказалось, выход есть. В данной ситуации гражданка имеет право обратиться с соответствующим заявлением в администрацию Ленинского муниципального района о проведении в ее квартире капитального ремонта. И в 30-дневный срок администрация обязана дать ответ на ее обращение. В беде также обещал помочь Олег Мурашов, представителю полномоченного по правам человека в Московской области по Ленинскому району. По данному обращению мной будет проведена соответствующая проверка. Я уточню все нюансы этого дела и со своей стороны постараюсь помочь на решении ее вопроса. Сегодня в этой юридической консультации надежда была не одна. У Тамары Ильиничной не пожар, а наоборот потоп. Сосед залил ее квартиру, а от последствий устранился. Он как бы где банкрот, я ничего не знаю. Прием длился 3,5 часа. В этот день со своими проблемами пришли 13 человек. Но бывает и больше, уверяют юристы. Помогают людям они бесплатно. В рамках проекта «Скорая юридическая помощь». За консультацией может обратиться каждый житель нашего района. О приеме узнавайте в администрации вашего поселения. Дмитрий Книга, Михаил Решетов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. 30 лет назад, 15 февраля 1989 года, с территории Афганистана были выведены последние подразделения советской армии. Воевавшие там на стороне правительственных войск долгие 10 лет. В преддверии этой годовщины в Развилковской школе прошел урок мужества для учеников 6 и 7 классов. В гости к ребятам пришли ветераны боевых действий. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Музей в Развилковской школе существует с 1988 года. За это время в нем провели множество экскурсий и уроков мужества. Вот и сегодня, в преддверии 30-летия вывода советских войск территории Афганистана, в нем собрались ученики 6 и 7 классов, чтобы почтить память участников тех событий и встретиться с ветеранами боевых действий. Ребятам рассказали о земляках и выпускниках Развилковской школы, которые погибли в Афганистане. Имя одного из них, Сергея Соломатина, значится на школьной мемориальной табличке. Развилковская группа выдержала все испытания и ночью пробилась к своим. В одном из боев Сергея было тяжело ранен. За 10 лет Афганской войны погибло более 15 тысяч советских солдат. Около 50 тысяч были ранены. Игорю Борисову повезло. Он чудом избежал ранений и смог вернуться живым. Его призвали в армию в 1987-м. Полтора месяца учебной подготовки и 19-летнего солдата срочной службы отправили в Афган. Он попал в 302-ю отдельную вертолетную эскадрилью. Солдаты-срочники, такие как Игорь, должны были помогать пилотам и обслуживать боевые вертолеты Ми-8. Он пробыл на войне большой срок – 20 месяцев. Всякое бывало, рассказывает Игорь Николаевич, и страх, и романтика, и взаимовыручка, и настоящая дружба. Огромное событие для меня – это когда поход в Кандагар. Это был 10-дневный поход. Мы в составе четырех вертушек Ми-8 шли с дивизии на освобождение армии «зеленых», как мы их называли, от окружения. Когда уже наши войска стали выходить, им было тяжело. И вот максимально помогали им. Нужно было просто хорошо, дисциплинированно отслужить и выжить, и дать выжить своим товарищам. Так как я был замком взвода, мне подчинялось еще порядка 12-15 бойцов. Я за них отвечал. Ребята слушали, затаив дыхание, воспоминания участников войны. Интервью с матерью погибшего в Афгане солдата, сочиненные на полях сражений военные песни. В том, что такие уроки памяти и мужества необходимы подрастающему поколению, уверены как учителя, так и сами ученики. В школе и на уроках, и в музее у учителей есть возможность говорить об этом, говорить об этом как можно чаще. И сегодня мы как раз воспользовались этой возможностью, что развивает такие мероприятия, конечно же, это патриотический дух. Дети должны любить свою родину, должны любить свою страну. Они должны знать о своих героях. Мы все дети слушаем ветеранов, как они расскажут всякие интересные истории про войну. Конечно, важно, потому что все узнают про такие события, которые были, когда эта война длилась 10 лет. Мы должны помнить, каждый человек должен помнить, например, Сергея Сломатина, о котором мы сегодня рассказали. Он совершил большой подвиг во имя российского государства. В завершении встречи ветераны боевых действий подарили музею Развилковской школы флаг ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Екатерина Борисова, Владимир Биржонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И о погоде. В пятницу ожидается снег с дождем. Днем и ночью температура от нуля до двух градусов тепла. Ветер западный 6-7 метров в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!